Спектакль для семейного просмотра, для взрослых, для взрослых детей и для детей, готовых размышлять как взрослые. Вот кому по определению режиссера Яны Туминой адресована ее новая постановка, дебютная на сцене малого драматического театра, под названием «Где нет зимы». В ее основе документально-магическая книга Дины Сабитовой. Честный, без сюсюканья и игрушечных упрощений разговор о детях, которым приходится быстро повзрослеть, когда они теряют родственников. Об одиночестве и беззащитности, о потере и все-таки обретении. Вячеслав Рязаков побывал на премьере спектакля. В нашем доме всегда так. Вообще-то эти скуки меня пугают. Хотя, может быть, в тишине стало бы еще страшнее. Не то скрип старых половиц, не то крик чаек. Из привычно сложенных домиком стропила переламываются в птичий размах. Но как бы ни сложились обстоятельства жизни, дом не опускает руки над головами живущей под его кровом семьи. Магический реализм над сценой взрослые воспримут как метафору. Дети не забыли еще своего ощущения чуда. Так или иначе, благословляющая сень ни на минуту не покидает двух детей. Пашу и Гуль. Здесь они живут с родными. Здесь внезапно полностью осиротеют. Здесь найдут новую семью. По сути, это сюжетное перипетие и остается сказочной для сегодняшнего ребенка. В обычном благополучии понимающего сиротства, скорее как полынный вкус от андерсоновских сказок, часть образа Гарри Поттера, чем обстоятельства жизни. У нас нет в исходном событии, что они сразу сироты. У нас же все-таки есть эта история, как их, ну пускай это почти в самом начале, но как их дом пустеет. Как они постепенно теряют близких, но при этом пытаются еще сохранить дом как образ. Дом в более широком понимании. Того пространства, которое содержит в себе воспоминания, предметы, прикосновения тех людей, которые были тебе дороги. Главный герой здесь почти невидим, мало слышим, вернее трудно ощутим. Его обозначить могут только населяющие люди. Только люди. Говорящая кукла, даже в тексте, одна из главных героинь, здесь вполне живая настоящая. Для Яны Тумина, известной своими мастерскими работами в предметном театре, это кажется странным отступлением от привычных правил. Но на этот раз предмет своего внимания режиссер размахивает во весь объем сцены. Обычных кукольных размеров становятся реальные живые люди, населяющие дом. Он живой, он дышит. У нас скорее дом – это такое существо, которое решается не с помощью деталей, а с помощью какой-то вот идеи такой, да? Как некий такой мир, как мир человека там. И может быть в какой-то степени дом, как земля там, на которой мы живем. Сам старый дом, пахнущий солнечным садом, горькой чердачной пылью и подвальной сыростью – понятие уже сказочное для многих взрослых. Как прабабушкин уже атрибут – шкатулка с россыпями пуговиц, катушек и под вздошьем крышки, своткнутой туда штопольной иглой. Мать и бабушка, ушедшие в фото на стене, лоскутная кукла и запечный домовой становятся символами утраченного больше, чем дом, скорее всего того, что оставляет за спиной герой любого романа «Взросление», как в сказке, так и в жизни, сталкиваясь с подлинными ее вызовами. Вот если мы рассматриваем, как роман «Взросление», то это смерть бабушки, потом борьба за существование дома без взрослых, потом смерть мамы, потом отказ от отца, чтобы остаться вместе с сестрой. Это взрослое – это решение первое. И дальше – это какое-то примирение. Все это знакомо, как сказка, как жизнь. Как известно, истории всего четыре, и одна из них – о возвращении домой. Странно, дом становится все абстрактнее, как понятие, но историям о бесприютности нет конца. Чем старше становимся, тем ближе к сердцу сказки о чувстве, так не похожем на счастье. Кому довелось его пережить, путаясь в словах, говорят, оно похоже сразу на удивление, обиду и смех. Облегчение человека, очнувшегося от липкого хмурого сна в радости солнечного утра. Там, где нет зимы, как поют в старом танго, где сбудется радость счастливых снов. Концерт окончен. Всего вам доброго, дорогие товарищи!